Тут у меня должен наступить момент раскаяния, но я не буду этого делать. У ПП, слоника! Всем привет, добро пожаловать на мой канал на YouTube. В этом видео я расскажу вам о том, как я питалась последние 5 дней, что из этого вышло, почему так получилось. И если вам интересно, то поехали! Сегодня шестой день моей диеты, и на завтрак у меня овсяная каша с яйцом и черный кофе без сахара. Сегодня на обед у меня такой большой отварной кусочек рыбы. Если быть точным, то это половина кусочка рыбы. На ужин я порезала киви. Обычно я не снимаю фрукты, но киви уже больно хорошо выглядит. Если пересчитывать этот день на калории, то там выходит совершенно немного. Но знаете, как оно бывает? Волнами, зеброй или как это еще там можно назвать, когда один день мы ничего не кушаем, а второй день у нас как у слоника. Второй день у меня был как у слоника. Сегодня у меня день объеданий. Дело в том, что он выпал на день нашей свадьбы, и я дала себе кое-какие послабления. На завтрак я готовила албанское блюдо фергеса тираны, или тиранская запеканка. Это блюдо готовится из сладкого перца, свежих томатов и двух столовых ложек оливкового масла с добавлением брынзы. Способ приготовления очень простой. В крупную сковороду или сотейник нужно переложить крупно порезанные овощи и к ним добавить масло. И накрыть крышкой до тех пор, пока помидоры не превратятся в кашицу. Тем временем берем брынзу и измельчаем ее. На этот раз я бы была непривычного для нас производителя брынзы, местного нашего, Республику Сербия. На самом деле не такой большой выбор брынзы, был представлен в этот раз в Гиппо. Наша брынза сформирована цельным кусочком, поэтому я буду ее разрезать при добавлении к овощам. После того, как переложили брынзу, перемешиваем ее хорошенечко с овощами и даем растопиться в томатной подливке. Так выглядит готовое блюдо и по совместительству мой завтрак. На что похожа тирольская запеканка? Начну с того, какая она. Она нежная, она свежая, она морская, она балканская, она прекрасная. Она не похожа на лече, вообще не похожа на лече. Но что-то, конечно, за счет перца и томатов у нее схожее есть. Получается, перец на вкус остается практически свежим, а помидоры, они превращаются в подобие томатной пасты. И брынза, она и дает своей пикантности. Немножко горечи, немножко кислинки, достаточное количество соли. Очень вкусно. На самом деле, я вам очень рекомендую, даже если вы не приверженец ПП, то я вам рекомендую приготовить это блюдо, дать ему немножечко больше перевариться, потому что у меня это получилось что-то наподобие, даже это было не запеканка, как тушеные овощи. Если дать этому запечки чуть побольше, но смотрите, чтобы не перегорело, то можно даже выкладывать на хлебушек, и это выйдет отличная закуска. На обед мы приготовили блинчики из тыквы, всего из трех ингредиентов. Тыква, яйца и соль. Все хорошенько смешать и немного даже подзбить. Затем аккуратно выложить на сковороду и очень аккуратно переворачивать. Первые у меня жарились в масле, поэтому схватились очень хорошо, а другие жарились практически на сухой сковороде. С их переворачиванием пришлось немного повозиться, но это определенно того стоило. Подавать можно со сметаной или 2% йогуртом, как это сделала я. Ужин у нас был не ПП, это была брускетта с вялеными товарами и вяленой говядиной. Если бы это было утром, то это можно было бы даже отнести к ПП, но учитывая, что это был вечер, это был праздник. На следующий день, на завтрак, у меня было с двух сторон обжаренное яйцо с ломтиками авокадо. Обедала я яблоком и апельсином. Ничего необычного. Поехали дальше. На ужин у меня мидии, потушенные с чесноком и специями. Просто поверьте на слово, что это было очень вкусно. Следующий день у меня начался с понедельника. Из просьбы Лизы приготовить смузи из яблока, груши и киви, что я и сделала. Фрукты у меня попались очень выспившие, поэтому достаточно пюрированные. И к ним я добавляла чистую воду, чтобы получить более жидкую консистенцию. Я думаю, что вы раскрыли мою тягу к фрикаделькам и сельдерею, и поэтому у меня на обед был снова суп. Если вам интересно, как я его готовила, то об этом я более подробно рассказывала в прошлом видео. Переходите по ссылочке в описании. На ужин тушеная стручковая фасоль с чесноком. Во вторник на завтрак у меня был паровой омлет, и все. Кроме яиц и воды в нем нет ничего больше. Но за счет своей пористой текстуры он совершенно не похож на обычные вареные яйца. На ужин вчерашний суп, а на обед снова были фрукты. Результаты контрольного взвешивания в среду. Так, прошли 5 дней моего похудения. И впереди мне еще 5 дней. На момент выхода этого видео останется еще 4, по результатам которых я буду снимать также отдельное видео по замерам, обмерам и моим внутренним ощущениям. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, жмите на колокольчик, не забудьте при этом подписаться. И до новых встреч! Пока-пока!